Что сказать по игре? Сегодня соперник показал, как надо выгрызать победы, с каким настроем выходить и выигрывать игры. По нашей команде, скажу две вещи, очень большие претензии к лидерам команды и вообще, в общем, настрою нашей команды. Я, естественно, за подготовку команды ответственность беру на себя, но спрос будет с людьми, кто находился на площадке. Проиграли практически все единоборства, самоотверженности отсутствуют, концентрация то же самое. Ну и ладно, добилась того, чего хотела, с чем я ее поздравляю. Спасибо. Вопросы? Нет вопросов? Спасибо. Спасибо вам всем. Привет. Лада одержала первую победу после возвращения в КХЛ. Они обыграли обладателя Кубка Гагарина 2026 года Амур. Даже Хохлачев не помог, хотя он забил. Динамо берет легкие два очка, победив в Сочи 4-0. А у Торпеда возникли проблемы с фронт-клубом. Торпеда и Дизель больше не будут сотрудничать. Нижегородцы уже отозвали нескольких игроков из команды, а пензенский клуб попрощался с клубом КХЛ. Что же случилось? Почему команды так поступили? Все очень просто. У Дизеля свои задачи на сезон. Перед тренером стоят четко сформулированные цели, и он хочет добиваться результата. Давать игровое время молодым ребятам из Торпеда ему совершенно не надо. Кроме того, тренер Ваулин отличается по стилю работы от тренера Лорионова, как небо отличается от земли. В пензе все хоккеисты трудятся, четко выполняют задания, а творчество, если не под запретом, то совершенно нежелательно. Понятно стремление Торпеда отдать своих талантливых ребят в лигу пониже, чтобы они набирались опыта. Но вообще лучше иметь свой чистый фарм-клуб, чтобы не зависеть от таких партнеров. Говорят, что в следующем сезоне у Торпеда появится фарм в Заволжье, реанимируя в знаменитый мотор. Но надо решать вопросы и в нынешнем чемпионате. Вероятно, Торпеда договорится с тульским АКМ. И хотя там тоже задачи, Сергей Решетников любит быстрых и умных игроков. Хотя и там за поражение спрашивают строго. Но год Торпеда надо как-то пережить. Авангард разобрался на своем льду с Борысом 4-1. У казахстанского клуба 4 поражения подряд. Но хотя бы набрано 2 очка. Вратарь Металурга Илья Набоков впервые вышел в стартовом составе в КХЛ. И помог своей команде обыграть Витязь 4-3. А в Новосибирске совсем беда. Переезд на новую арену в Новосибирске пока не приносит счастья. В конце встречи против «Автомобилиста» зрители стали покидать трибуны, выражая протест против действий команды. Хозяева проиграли 1-6. Причем все было по делу. Когда убирали Мартимьянова и приглашали Немировский, то говорили о том, что новосибирский клуб поменяет стиль игры, станет более веселым и атакующим. Пока за 4 матча нечто подобное было лишь один раз. В остании против Бориса, у которого не все гладко составом. Все остальное время у Сибири – грусть, упор на оборону и ноль импровизации и веселого хоккея. Матч с «Автомобилистом» показал, что у тренера есть проблемы с философией. Но вы не забывайте, что Немировский не работал год, а до этого не попал в плей-офф «Торпеда», хотя состав там был посильней. Может быть, в Сибири не очень хорошо подумали насчет кандидата. Но это как раз и характеризует новосибирцев. Менеджмент там на низком уровне, так что болельщикам стоит приготовиться к хоккею, который был в субботу. Впрочем, есть надежда, что сильные легионеры оживут, да и Николай Прохоркин наберет форму. Вратарь Антон Худобин, подписавший контракт с Соколом из Красноярска, дал понять, что поедет в любую команду КХЛ. Пока ближе всего к нему вариант с Нижнекамском. И последнее. Лидер в ВХЛ СКА Нева потерпела первое поражение. Они уступили на своем льду Тульскому ОКМ 2-4. Но у форварда питерцев Дмитрия Бучельникова 1-6. И он лучше бомбардир чемпионата. И ему бы в Сочи. До свидания. Ну, первое, хотелось извиниться перед болельщиками. Есть, хотели извиниться перед болельщиками. Вот так дома проиграть нельзя. Продолжение следует.